МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня наградил глава Республики Дагестан. Табасаранские ковры, купачинские изделия и инсукульская насечка. Все это своими руками. Первый республиканский форум ремесленников прошел в Махачкале. На одно футбольное поле больше в Дагестане. Будут развивать игру миллионов. Все подробности сегодня в выпуске. Ущерб от незаконных действий экс-главы правительства Дагестана Абдусама Дагамидова значительно возрос. Следователи определили сумму хищения. Она составила более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из последственных чиновников. Новое обвинение предъявлено по статье 286 части 3. Превышение должностных полномочий. Напомним, ранее сообщалось, что сумма ущерба от преступных действий всех фигурантов дела, по версии следствия, превышала всего лишь 100 миллионов рублей. С нового года пенсия увеличится. Правда, коснется это только неработающих пенсионеров. Прибавки будут начисляться только после прекращения трудовой деятельности. Стоимость коэффициента составит 87 рублей 24 копейки, а размер фиксированной выплаты 5 334 рубля. Размер прибавки будет индивидуальным, впрочем, как и сам размер страховой пенсии. У нас в республике он составляет 13 500 рублей. Значит, в среднем прибавка неработающим пенсионерам составит около 1 тысячи. Как преобразовать звук в энергию, создать электронного поводыря и другие механические приборы. Все это не понаслышке, знакомо ученикам столичного Кванториума. Детский технопарк начал свою работу более года назад, и уже сегодня в нем бесплатно обучаются 200 учеников. Наградил особо одаренных ребят. Сегодня глава Республики Дагестан. Все подробности у Карины Баталовой. Собирают роботов, создают беспилотники и пишут программы. Эти дети уже способны делать то, что не в состоянии больше половины взрослых людей. Отсюда и столь пристальное внимание к ним со стороны правительства. Глава Республики решил посетить технопарк и узнать побольше о новых разработках юных изобретателей. В этом VR-квантуме дети при помощи пакетов 3D-моделирования создают собственные виртуальные миры. А вот и один из готовых проектов. Альянцы лица и сам герой Великой Отечественной войны рассказывают про то, каким был его последний бой. То есть последний бой не значит, что он в этом бою он умер. Ну, это безусловно. Промышленный дизайн, IT-технологии и программирование. Всего в технопарке 5 квантумов, 5 образовательных направлений. В каждом из них дети разрабатывают интересные, а главное полезные проекты. Например, электронный поводель позволит людям с ограниченными возможностями ориентироваться в пространстве. Он одевается вот так, то есть человек, когда входит вот так, данный сонар, это датчик дальнего расстояния. На метр, да, если расстояние меньше метра, он вибрирует. Смотрите, метр расстояния, когда идет, уже человек понимает, что впереди препятствие. Поднимает руку, а нижний датчик уже на 10 сантиметров. То есть на дальний и близкий, на более точные расстояния для того, чтобы приблить. Ну а в этом аэроквантуме дети решают инженерные задачи по проектированию, сборке и коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. Причем управляют ими сами. В хай-тек спускаемся. Это вот вы готовите настолько уже ребят, что они могут управлять. Да, они могут сами собирать, сами управлять, сами же программировать. Да, также есть вертолетного типа беспилотники, есть самолетного типа. Самолетного типа. Там как раз в процессе разнагрузки. Это летающая крыла радиоуправляемая. Авторы лучших научных проектов, победители олимпиад и международных конкурсов. Сегодня у этих ребят появилась возможность побеседовать с главой Дагестана и задать ему все интересующие вопросы. Понимаете, вы олицетворяете то, что может добиться Дагестан уже в ближайшее время. Но здесь надо поработать. Мы на вас очень-очень рассчитываем. Несмотря на то, что кто-то, кажется, что только постигаем. Потому что ваши примеры для нас очень важны и дуэ. В завершении встречи Владимир Васильев вручил ребятам благодарности и новогодние подарки – планшеты. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. У них, наконец, будет свой дом на родной земле. Длительное время жители двух сел Храхуба и Урьян-Уба вынуждены переселиться из Азербайджана в Россию, не могли разрешить вопрос определения места жительства. И вот теперь они получили свои долгожданные документы. В итоге за 2018 год переселенцам выдано 23 государственных жилищных сертификатов на 55 миллионов рублей. Выделены деньги в сумме 210 миллионов и 130 семей. Получили жилищные сертификаты. Они приобрели квартиры. И, кстати говоря, мы им помогали в приобретении квартир в плане того, чтобы они не столкнулись при приобретении квартир с недобросовестной застройщикой, проблемными домами, которые имели место в нашей республике. Сегодня, благодаря всем этим общим усилиям, мы эту программу завершили и можем об этом доложить. В настоящее время более 40 семей ждут в своей очереди на получение сертификата. Отметим, что на 2019 год предусмотрено 33 сертификата на общую сумму около 80 миллионов рублей. Вековые традиции – живая история. В Махачкале прошел первый республиканский форум ремесленников. Свои работы на одной площадке представили лучшие мастера прикладного искусства, обменялись опытом и наработками. Побывала на мероприятии моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. На выставке были представлены произведения в самых разных стилях и жанрах. Рядом с табасаранскими коврами – ювелирные изделия кубачинских мастеров. Традиционная живопись сочеталась с сунцукульским орнаментом. Сохранение и возрождение традиционных ремесел – вот главная цель форума. Очень необходимо, особенно для молодых ребят. К большому сожалению, сейчас уделяется не то внимание, которое хотелось бы для молодых ремесленников, а поддержка для молодых ребят. И, конечно, целью является и сохранение, и популяризация культурного наследия нашей республики. Выставка носила и деловой характер. Мастера смогли не только представить свои изделия, но и найти потенциальных партнеров, как для расширения бизнеса, так и для выхода на международный рынок. Но прежде всего, для каждого умельца это просто любимое занятие. Это и бизнес, это и хобби, это и любовь к этому. Это же очень нутная работа. Здесь надо любиться, надо сверла. Вначале. Это очень нутная работа. Гаджа Али Гаджа Амаров впервые принимает участие в подобном форуме. Он представляет сувениры ручной работы. По словам ювелира, есть высокий интерес к национальным кубачинским изделиям. Мы стараемся сделать продукцию такую доступную для людей, учитывать их интересы. И благодаря этому, скорее всего, мы, ну, более-менее средний спрос есть, да. Да, мы здесь, мы, получается, одним из странных двух зайцев убиваем. Мы поддерживаем наше традиционное ремесло, его не забывая. И это наш бизнес, да, то, что нам вносит доход. Форум позволил каждому хоть немного, но научиться любому мастерству. Попробовать себя в гончарном деле – не вопрос. Этому посетителей выставки научит мастер испикской керамики. Глины нужно почувствовать, говорит Набилла Керимханов. То, что нам было. Возрождаю испикскую керамику до сих пор. Пока я не сделаю то, что в музеях, изобразительное искусство. В Москве находится в музеях, в Санкт-Петербурге. Даже в Лурии находится, в Париже находится, в Америке находятся наши тарелки. Сохранить и передать подрастающему поколению, младшему поколению, который мой учениц, который со мной приехал сейчас. В рамках выставки прошла конференция, где эксперты обсудили перспективы развития народных промыслов. В планах организаторов сделать форум ежегодным. Хоры дагестанского государственного театрального и оперного балета звучали в театре поэзии. Артисты приготовили не совсем обычный концерт. В него вошли образцы классической музыки, также народные композиции для всех любителей академического искусства. Образованное население – это задача любого государства, стремящегося к успешному будущему. Для оценки уровня приобретаемых знаний среди учащихся школы Ватан и школы имени Юсупова в Муфсиатом Республики Дагестан было организовано рейтинговое тестирование. Экзамен сдавали около 700 детей. Оценивались знания, полученные за первую половину учебного года. Продолжение темы и сюжет наших корреспондентов. Всего ученики выполнили более 100 заданий. Вопросы касались исключительно пройденного материала за первое полугодие. Все проводилось с целью оценить интеллектуальный уровень учащихся. Для самих школ подобное тестирование – это способ показать знания своих воспитанников и стимул для дальнейшего развития образовательной системы в учреждениях. Тест, который проводил сегодня Департамент образования при Муфтеате Республики Дагестан, явился одной из ступенек того, что дети посмотрят на себя со стороны. Они увидят результат, который получат. Дети самые способные будут награждены. Увидят учителя свои результаты, своих уроков проведенных. В будущем, когда им придется выходить на государственные экзамены, на государственные различные работы, участвовать в каких-то проектах с выходом вовне, участвовать в ОГЭ, ЕГЭ, чтобы они не боялись этой системы, чтобы они не боялись новшеств, не боялись новых условий написания привычных для них контрольных работ. Всех детей, набравших максимальное количество баллов, наградили ценными призами. По итогам конкурса будет составлен рейтингом из список. По словам организаторов, это хорошая мотивация для учеников в плане улучшения знаний. Мы ожидаем, что в будущем подобное мероприятие станет традиционным. Мы раз в полугодие намерены проводить, чтобы тем самым мониторить уровень и качество подготовки наших обучающихся, и тем самым стимулировать их на более высокий уровень подготовки. Напомню, что образовательные учреждения ВАТАН и школа имени Юсупова известны своим особенным подходом в обучении. Здесь внимание уделяется не только преподаванию дисциплин, но и воспитанию подрастающего поколения в духе нравственности и патриотизма. Дагестанец Расул Назиров завоевал золотую медаль на Кубке России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Всероссийские соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Для дагестанского теннисиста это пятая победа в личном зачете. В финале Расул Назиров обыграл победителя чемпионатов Европы и мира Сергея Поддубнова. Еще один дагестанский спортсмен Арсен Базаев занял шестое место. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием торжественно открыли в Каспийске. Объект установлен по федеральной программе развития футбола до 2020 года. Площадка стала подарком для училища Олимпийского резерва по футболу Дагестан. В этом году уоровцы выиграли ряд всероссийских и республиканских соревнований. Открывали поле министр по физической культуре и спорту Магомед Магомедов и президент Федерации футбола Республики Будун Будунов. Сегодня, конечно, один из лучших училищей в футболе Дагестана. И тут и учеба, тут и футбол. И эта команда первые и вторые места в республике всегда. В СКФУ они заняли первое место, приехали. И на российском уровне, они дают о себе знать, хорошее поколение растет для футбола. После церемонии открытия состоялось подведение итогов спортивного сезона. Лучшим сотрудникам и воспитанникам училища вручили награды. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин